Начинаем стрелочку, да, стрелочку с разведением. И оп! Андрей Граничко проводит в спортзале больше часа под чутким руководством своего тренера Ирины Мащенко. Здесь и растяжка, и силовые упражнения, тренировка всех групп мышц. Но с таким упорством и желанием Андрей Граничко трудился не всегда. Я вспомнила, когда Андрей впервые пришел в этот бассейн, вот именно в этот зал. И впервые мы с Евгением Владиславовичем положили Андрея на эту скамеечку, чтобы он выполнил упражнение. Но ему это не понравилось. Он как-то очень сильно рассердился на нас тогда. И еще мы его повели в бассейн. В бассейне ему вообще ничего не понравилось. Он с возмущением. Ну и все. На этом все закончилось у нас. И ровно через три года Андрей сам позвонил. Три года мы его не видели. И сказал, вы знаете, Ирина Павловна, я очень хочу тренироваться. С 12 лет Андрей Граничко занимается плаванием в центре адаптивного спорта «Инвоспорт». В свои 26 он уже многократный чемпион мира и Европы. Рекордсмен планеты на своей коронной дистанции 100 метров брасом. Причем интересно, что Андрей несколько раз улучшал свои же собственные рекорды. Но своего, возможно, высшего достижения в карьере Андрей Граничко добился в 21 году. Тогда российским спортсменам еще можно было выступать под национальным флагом. Севастополец стал паралимпийским чемпионом на играх в Токио как раз на 100 метровке брасом. При этом Граничко еще и установил мировой рекорд, проплыв дистанцию за одну минуту 25,13 секунды. Интересно, что своего ближайшего конкурента, испанца Антони Понса-Бертрана, севастополец опередил почти на полторы секунды. Именно ему принадлежал предыдущий мировой рекорд, который Граничко произошел на 33 сотых секунды. Еще один интересный факт. Предыдущие достижения испанец установил на чемпионате Европы в том же 21 году, опередив как раз Андрея Граничку. И как раз мировой рекорд севастопольца испанец тогда и побил. Наш плавец ответил своему сопернику тем же. Там же в Токио Граничко еще и завоевал серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Паралимпийского чемпиона нагладил орденом дружбы президент России Владимир Путин. Сразу же после возвращения в Крым для Андрея и его тренера Ирина Мащенко организовали встречу в аэропорту Симферополя. Это очень приятно, это большой труд, к которому ты очень долго шел. И наконец это сделано, все получилось. Я думаю, что мечта любого спортсмена, как минимум побывать там, принять участие. А если зайти на пьедестал, я думаю, это вообще лучшее, что может быть. Конечно, встретился с Андреем Граничко и Ириной Мащенко и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Тепло побеседовал и наградил наших героев знаками отличия за заслуги перед Севастополем. Каждый тренер стремится к тому, чтобы его спортсмен был лучшим, победителем. И в общем-то мы с Андреем это доказали, что мы можем побеждать, можем выигрывать на таких крупных соревнованиях, как паралимпийские игры. Я считаю, что мы все равно программу выполнили с ним, установили мировой рекорд. Это было очень трогательно для меня, я очень сильно переживала. Спасибо большое за внимание со стороны властей города. За блеском медали и кропотливая работа. И в этом заслуга заслуженного тренерой России Ирины Мащенко. За годы знакомства она успела стать для Андрея Гранички не только наставником, но и другом. Своего подопечного хвалит. Говорит, трудолюбивый очень. А вкупе с талантом с такими качествами можно горы свернуть и мировые рекорды установить. Он умеет себя психологически подвести. То есть у нас вот с ним такой тандем, что все вот моменты мы с ним обговариваем, то есть заранее. Я на соревнованиях его уже стараюсь не трогать. Потому что он четко знает, что надо выполнить. Он ведет себя очень уравновешенно, спокойно. В 22-м году, после того, как Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса, международные спортивные чиновники сделали все, чтобы исключить наших спортсменов со всех крупных спортивных соревнований. Но появилась альтернатива. Наш ответ всем недоброжелателям – игры «Мы вместе спорт». На масштабные соревнования в Сочи по летним видам спорта в 22-м году приехали около 1200 спортсменов из России и еще 10 стран. Андрей Галаничко привез в состязании уже такие привычные для себя золотые медали. На этот раз две. На своей коронной дистанции 100 метров брасом и на 200-метровке комплексным плаванием. Казалось бы, для Андрея побеждать уже давно могло бы стать чем-то обыденным. Но спортсмен-максималист. Говорит, конечно, выигрывать золотые награды приятно всегда. А еще теперь уже легендарный спортсмен, как всегда, скромничает. На себе среднюю оценку. Выступили все неплохо на данный момент. Лучшее, что могли показать, мы показали. Кстати, в мае этого года Андрей Галаничко стал самым молодым почетным гражданином города Севастополя. А уже в июне паралимпийский чемпион Токио привез целую россыпь золотых наград с комплексных спортивных соревнований летней игры паралимпийцев. Победил в эстафете 4 по 50 метров в команде с Игорем Богдановым, Вячеславом Фаульгабером и Ильей Журавлевым. Также Андрей был лучшим на дистанциях 50 метров батерфляем, 200 метров комплексным плаванием, 400 метров вольным стилем и по традиции на 100-метровке брасом. Сейчас же наш спортсмен усиленно готовится к Кубку России, который пройдет с 3 по 6 ноября в подмосковном Раменском. А затем стартует паралимпийский цикл. Ирина Мащенко надеется, что ее подопечный сможет выступить на паралимпиаде в Париже 24-го года. Но только при одном условии. Я считаю, что мы должны ехать только с гимном и только с хлопом. Андрей Граничко, гордость Севастополя, попал в список для интерактивного голосования на федеральной платформе. Поддержать его, как и остальных номинантов от нашего города, легко. На главной странице портала нужно нажать кнопку «Голосовать» или открыть раздел «Достижения регионов». После чего, пролистав предложенный перечень до конца, галочкой отметить Севастополь. Если определиться с выбором сложно, отдать голос разрешается сразу за нескольких претендентов. Святослав Данилов, Новости Севастополя.